Здорово, это Шамшурин. Это видео я решил назвать «Как я издеваюсь над людьми на своих тренингах». Хочу немножко прераскрыть завесу того, что происходит, какие задания я делаю. Часть, небольшая часть заданий этих описана в моей книжке «Позиция сверху». Все эти задания будут описаны в книге, в следующей, которую я надеюсь все-таки издать в этом году. Но сейчас я хотел бы раскрыть вам такую завесу и объяснить, что мы делаем, соответственно, как это выглядит изнутри. Значит, смотрите, мы начинаем с самых азов. Вообще, почему я решил снять это видео? В преддверии вот этого тренинга, который будет 20 по 23 сентября в Москве практика, где мы будем заниматься практикой, только практикой. Я видео, теорию высылаю заранее, и ребята приходят уже практиковаться, причем они будут это делать вместе со мной, я буду рядом с ними в полях. То есть очень многие спрашивают, как, что, что мы будем делать, там, они страшно ли это, не убьют ли меня и так далее. Я хотел бы открыть вам глаза на то, что там происходит. То есть мы начинаем с самых азов. Как правило, это приветы и что-то в этом духе. То есть мы начинаем делать просто приветы. Как это выглядит? Как можно большее количество приветов, просто привет. Представляешь, просто подходить к девушке и говорить привет, не дожидаясь какой-то, ну, вернее, дождавшись реакции, не разговаривая, не вступая в диалог, уходишь дальше. То есть только привет и ничего больше. Как правило, у людей возникает такой вопрос, что типа, блин, это выглядит глупо, хотя на самом деле глупый сам по себе вопрос, почему они считают, что выглядит глупо подойти поздороваться с девушкой, улыбнуться. Настолько люди задрочены социальными какими-то рамками, причем это могут быть топ-менеджеры какие-то, это могут быть нормально успешные ребята, какие-то качки, спортсмены, кто угодно, но они для них являются чем-то нереальным подойти к девушке, просто сказать привет. То есть мы делаем это очень большое количество раз, для того, чтобы ты начал привыкать и понимать, что ничего страшного в этом не происходит. Есть определенные умники, которые утверждают, что, ну, соответственно, они говорят, что типа, можно научиться общаться с девушками эффективно без пикапа, без беготни, без вот этого количества. Нельзя. Я утверждаю со стопроцентной уверенностью, что нельзя обойти это. Тем самым они пытаются как бы воздействовать на умы ленивых и трусливых мужчин, которые не хотят ничего делать, которые боятся, да, окунуться вот, скажем так, в это месиво. Мы начинаем с приветов, причем это разные женщины, это разные реакции. Соответственно, в этот момент ты начинаешь потихоньку осознавать, что, блин, дело не во мне. Если кто-то сейчас мне улыбнул, сказал, о, привет, 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 а следующая девушка отвернулась, сморщила свое лицо и, не знаю, брезгливо на вас посмотрела, это говорит о том, что дело не только в тебе, то есть есть человеческий фактор. Дальше мы добавляем туда комплименты. Здесь же, как правило, общаемся. То есть есть определенный минимум привет плюс комплимент. То есть ты говоришь привет, ты добавляешь туда какой-то комплимент, я все это объясняю, как это делать, все это показываю, все это рассказываю. И общение уже чуть-чуть дольше затягивается. То есть иногда люди начинают там еще и болтать о чем-то. Иногда бывает очень классная реакция девушки, и мы парни неожиданно возвращаем. И я очень люблю это делать, потому что, как показывает практика, чаще всего мужчины уходят раньше, чем нужно, и они сами не доводят до конца. И даже уже с этого упражнения кто-то у нас берет телефоны красивых девушек и как-то с ними общается. Для многих, для большинства, я бы даже сказал, что проблема в основном в том, на том отрезке, как от увидел до подошел. То есть когда они подошли, и у них уже мозг как-то группируется, собирается, мобилизуется и что-то выдает. То есть самое главное, это вот эти первые начальные моменты. Для многих это так. Дальше мы пробуем как-то общаться. Я даю какую-то базовую примитивную схему знакомства. Для чего я даю? То есть никаких шаблонов быть не должно. Но на первых порах я даю чуть-чуть какую-то схему, чуть-чуть шаблончиков для того, чтобы мужчина хоть как-то мог, не думая о своем страхе, а думая о шаблоне, подойти и начать какой-то разговор. Вот. Здесь уже кто-то начинает общаться, кто-то нет. То есть ты также видишь за счет количества девушек, которые никогда самостоятельно ни один не делает. То есть там будет большое количество этих девушек, через которых мы будем проходить, потому что это Москва, это центр Москвы, это огромное количество красивых женщин. И, соответственно, через количество ты начинаешь понимать, что реакция разная. Ты начинаешь немножко расслабляться, потом сильнее расслабляться, еще больше, еще больше, еще больше. Вопреки мнениям об издевательствах, никто никакие ужасы заставлять вас не будет, тем более уж в первый день. Есть определенный нюанс. Нюанс следующий, что после первого дня тренинга, будь то индивидуальный, будь то групповой, а это вообще такой уникальный формат, практика, то есть там небольшая группа, возникает такая эйфория, и ты думаешь, вот это круто вечером, ты думаешь, блин, вот это я могу, я неужели вообще на это способен, это крутяк. Но когда наступает следующий день, у большинства, и это нормальная практика, наступает такой мини-откат, потому что с утра опять тяжело, опять сложно, потому что мозг, например, 25 или 30 лет жил определенным образом, привык к определенному образу жизни. То есть он воспринял эти задания как какую-то штуку, по фану мы пошли, поделали, поподходили, посмеялись, поулыбали, кто-то даже настрелял номеров. И потом как бы с утра просыпается, и мозг думает, блин, что опять, что ли? Не, все, хорош, ну, вчера попрекалываюсь, и хватит. И то есть идет такой момент сопротивления, и это нормально. Но во второй день нужно гораздо меньше ресурсов, усилий, времени и попыток, чтобы опять включить то состояние легкости и разогнанности. То есть и так будет каждый раз легче, легче, легче и легче. Проблема мужчин в том, что самостоятельно они в большинстве своем, даже если пытаются что-то делать, во-первых, у них не получается сделать то количество, которое я буду давать на тренинги, заставлять, мотивировать, уговаривать, убеждать, вынуждать идти вместе с вами рука об руку и делать вместе с вами, чтобы вы понимали, что раз я могу, значит, и вы сможете. То есть с количеством, как правило, у мужчин проблемы. И второй момент, что на следующий день, когда наступает вот этот мини-откат, когда мозг включается и понимает, что, блин, нахер надо опять этим заниматься, вы че? Многие так и не могут себя собрать, и в этом тотальная, колоссальная ошибка, потому что здесь как раз нужна системность, то есть нужно на дистанции какое-то количество времени это поделать. Здесь мужчины срываются. То есть у меня есть куча рычагов, которые позволяют этот мини-откат на следующий день, когда мы соберемся в группе преодолеть. По поводу, я тут сказал слово индивидуально, то есть тот формат, который сейчас будет 20-23 числа, это последний тренинг в этом году, действительно последний, потому что дальше я буду заниматься книжкой. Тот формат предполагает то, что те ребята, которые хотели ко мне попасть на индивидуалку, но это для вас дорого или там, не знаю, что-то еще как-то еще, где-то страшно, может быть, вы не получаете, не можете доехать, это отличный вариант, потому что это будет сильно дешевле, чем индивидуалка, и я здесь так или иначе с каждым человеком поработаю, с каждым человеком пройдусь, и несколько раз это будет, и буду выдергивать, и будут другие тренеры выдергивать. Это фактически в той или иной степени также индивидуальный формат. Итак, после... Так, что я отдаю дальше? После схемы знакомства. Смотрите, то есть, когда мы начинаем хоть как-то подходить девушкам, хоть как-то общаться, у мужчин вылазит один и тот же самый главный вопрос. Что говорить? О чем разговаривать? Я не знаю, что говорить, я не знаю, о чем разговаривать, я не знаю вообще, о чем разговаривать. То есть проблема на самом деле не в том, что у вас не хватает или недостаточно словарного запаса. Проблема совершенно в другом. Проблема в том, что там есть определенные дискомфортные состояния. я также даю кучу заданий которые позволяют проработать эти страхи убрать этот дискомфорт минимизировать его и вы потом самостоятельно начинаете пользоваться как инструментами скажем в начале на первых порах я не говорю никаких схем что говорить мне нужно чтобы ваш мозг не искал каких-то легких путей а столкнулся с неизбежностью чтобы он понял что придется все равно разговаривать раз уж я подошел и поверьте мне как только вы вот пересидите перетерпите переждете перестоите вот этот вот порог страха что блин я не знаю что говорить что она подумает обо мне что я какой-то тут не разговорчивый либо несу какую-то херню это все лопается ломается и вас сильно отпускает но здесь опять же моя задача на тренинге моих тренеров помочь людям перетерпеть этот порог иногда это бывает даже так что мужчина подойдя начав общаться девушка хорошо реагирует мужчина берет и сваливает раньше времени когда ладно пока я пошел а чё подходил не знаю мы его что мы делаем мы возвращаем и конечно же на самом деле для кого-то это сейчас покажется диким ужасом но девушки реагируют более чем позитивно к то возвращаешь лишь слушая тут не договорил еще пару слов решил тебе сказать вот либо взять телефон ну и пару раз вернувшись мужчина четко для себя понимает следующее что лучше наверное сделать сразу и в моменте по максимуму чему так вот бегать и возвращаться у нас некоторые ребята по три по четыре раза возвращаются к одной и той же девушки отойдя от нее потом нас за это благодарят и потом их очень сильно отпускает дальше я даю упражнения на развитие коммуникации то есть это самостоятельные практики которые будете делать дома и также это упражнение горлом это самое я считаю одно из самых просветляющих упражнений которые самостоятельно практически никто не может сделать так как это нужно сделать там есть очень много нюансов то есть если коротко вы подходите к девушке начинаете говорить все что у вас в голове все что вы видите все что вы чувствуете вы ее описываете это внешний вид это ощущение это ассоциации это ее одежда то что рядом то что вокруг и так далее то есть оно не только позволяет проработать момент что говорить и понять тут самое главное что дает понимание что разговаривать можно о чем угодно и девушки будут реагировать на ура причем из пяти девушек все пять отреагирует несколько по-разному это самый прикол что вы все больше понимаете что дело не только вас это это люди они разные они по-разному реагируют горлом еще дает ощущение того что мне можно быть вот тем самым идиотом который вы многие говорят что я буду как идет нет это не так вы позволяете себе играть вы позволяете себе быть настоящим живым искренним смеяться шутить и так далее то есть она прорабатывает огромнейшее количество тараканов это одно из самых просветляющих упражнений для чего она потом вы будете открывать девушек не с открывашек типа там привет ты классно выглядели привет постой секунду вы будете просто идти мимо или подходить и не даже не комплимент а делать просто какое-то замечание или констатировать какой-то факт у тебя какие-то деревья на майке ты наверное не знаю работаешь гринпис или что у тебя это мне кажется ты была на сафари поэтому у тебя такие эти штуки а вот эти вот вещи у тебя такие прям похожи на заклепки ну или что-то еще то есть у тебя такая интересная борода никогда не видел девушек с бородой неважно то что ты будешь говорить важно то что горлом если сделать его правильно и многократно она нереально облегчает нереально выстреливать нереально дает какое-то ощущение уверенности очень многие мужчины не могут туда идти и знакомиться с красивыми девушками потому что они боятся что будут выглядеть глупо из-за того что не найдут что сказать когда у вас это упражнение проработано вы всегда найдете что сказать значит для чего но вы с него будете открывать просто идти мимо и что-то говорит девушке про ее внешность или спрашивать или рассказы и также вы с помощью него будете затыкать паузу в разговоре когда вам нечего говорить это самое просветляющее упражнение как мы его делаем то есть в отличие от самостоятельной работы что я делаю на тренинге я сначала объясняю его досконально доходчиво я показываю его на ком-то в зале потом в ребята в зале будут тренироваться на мне или на каких-то других ребятах то есть это все плавно потом мы выходим в поля мы со стороны сначала делаем его не подходя к девушкам описывая их со стороны то есть вы немножечко постепенно постепенно туда приближайтесь потом я либо мои коллеги мы подходим вместе с вами для того чтобы сделать это упражнение мы стоим рядом и вы его делаете стоя рядом с нами то есть это очень такая интересная практика забавно наблюдать как меняются люди сначала их колбасит и как после первого второго третьего раза прям очень сильно отпускает и приходит та самая легкость потом уже делать это отдельно но не сделать вариантов не будет то есть в этом наверное есть момент который можно назвать издевательством но мне за это платят деньги и у меня такое кредо что ваш результат мне нужен больше чем вам самим мне нужно чтобы клиенты ушли довольными как я это буду делать это мои проблемы ваша задача будет прийти расслабить булки сказать окей я буду делать все что мне говорят и результат не заставит себя ждать дальше по поводу горлом да ребят то есть многие думают что наверное там какие-то смертельные ужасные задания задания не смертельные от них никто не умирал задания вполне более чем выполнимые как и все они они выглядят следующим образом ощущение от их выполнения выглядят следующим образом что вы начинаете их делать первое время вас колбасит и трясет причем всех по-разному кого-то меньше кого-то больше а потом вас включает вы расслабляетесь и вы получаете искренний кайф и удовольствие наслаждение вы уже осознаете что может быть по-другому назад уже дороги нет даже если вы будете забивать на это все равно вас мозг будет помнить как это круто и легко и у вас будет ориентир которому нужно будет прийти после горлом идет следующая стадия которая мало где описано но я уделяю очень большое внимание для того чтобы ваше общение не было просто описанием девушки или разговорами о ней вы же когда подходите вам нужно донести до нее что вы клевое что вы интересны вы классный вы вы лучшая кандидатура потому что она же хочет это узнать и как правило девушка не спрашивает вот она расскажи о себе или как правило ты не говоришь а я значит вот это вот это и вот это поэтому мы начинаем если коротко с чего мы вспоминаем те качества которые характеризуют вас как личность как самого классного мужика почему вы клёвый почему классный что у вас такого есть какие вас достижения пивоз черты характера и вас амбиции и так далее в это все вспоминаете отдельно индивидуально с каждым это прорабатываем и потом мы учимся провоцировать общение то есть выстраивать диалог с девушкой так чтобы вы во время общения умудрялись ей не спрашивая она про вас а вы умудрялись ей рассказать о себе почему вы клёвые классные у тебя такие спортивные ноги ты наверное занимаешься спортом да фитнесом да я занимаюсь спортом слушай я тоже кстати я вот очень люблю когда у девушки такие ноги и такая попа мне нравится так и не нравится когда по-другому потому что я занимаюсь спортом уже давно у меня есть определенный разряд там бла-бла-бла вы о себе рассказали о какой вы клёвый что вы занимаетесь спортом вы в этом же диалоге успели вставить что вам нравится что вам не нравится а девушки это очень сильно чувствует когда вы на констатируете что вам нравится что не нравится вы соответственно она чувствует что вы можете выбирать я надо клёвый чувак тут еще как бы себе позволяет говорить нравится не нравится значит наверное он в состоянии выбрать. То есть он не будет кидаться на всех подряд, значит он какой-то востребованный. И дальше мы учимся строить интересный конструктивный диалог в виде качелей. То есть когда вы разговариваете о ней, разговариваете о себе, спрашиваете о ней, рассказываете о себе. Говорите о ней, она спрашивает о вас. То есть то вы, то она. Это должно быть в форме диалога, а не в форме какого-то быстрого подбегания, взятия телефона и убегания. Большинство начинающих пикаперов, скажем так, они делают такой большой косяк, они подбегают туда, быстро пытаются взять номер телефона и свалить, нисколько не заинтересовав девушку. Вот как раз эти упражнения, вот особенно крайне о котором я рассказал, они и оно направлено на то, чтобы научиться быть интересным, чтобы девушка вас запомнила, чтобы девушка подумала, о какой классный мужик, когда же он позвонит. Это база, без которой просто никуда не уедешь. Иначе вы будете просто собирать телефон и потом звонить девушкам, они будут не вызваниваться. До этого и после этого мы делаем несколько упражнений на преодоление страха и дискомфорта. У кого-то он сильнее, у кого-то он слабее, кого-то отпускает раньше, кого-то отпускает позже. Но факт, что есть огромный пул заданий и упражнений, причем которые я даю, как правило, учитывая индивидуальные особенности. Для того, чтобы эти страхи, социальные страхи, страх оценки, что подумают окружающие и так далее. Все эти страхи можно проработать, причем проработать через практику. И сначала вам будет немножко некомфортно, а потом вам будет весело, вы будете просто радоваться и смеяться от того, как же, оказывается, все было легко. Делаем упражнения, позволяющие проработать страх отказа. Одно из них, самое примитивное, это когда вы подходите к девушкам и у вас есть определенный скрипт, определенный алгоритм общения, как сделать так, чтобы получить 20 отказов, например, за полчаса. И вы идете не за телефонами, не за одобрением, вы идете за тем, чего больше всего боитесь получить, вы идете за отказами. И когда вам начинают отказывать, вместо того, чтобы переживать, вы начинаете этому радоваться и расслабляться. Есть упражнение, которое очень сильно помогает расслабиться. Одно из, опять же, которое я называю «Я не альфа-самец». Как оно выглядит? Многие мужчины, боясь бессознательно во время общения с девушкой, что им могут отказать, они напрягаются и пытаются невольно показаться лучше, чем они есть на самом деле. То есть они переживают внутренне бессознательно, как это так вдруг девушка раскусит и поймет, что я не настолько уж клевый, что у меня есть какие-то изъяны и недостатки. А любой мужчина, где-то в глубине души, он себе все равно сомневается. И вот этот вот страх, что она увидит, что не такой уж я и крутой, он сильно напрягает и зажимает. Что нужно сделать? Нужно пойти и показать девушке, что ты совершенно не крутой. Я, как правило, в идеале предлагаю сделать следующее. Вы вспоминаете какие-то вещи, которые никогда бы не хотели, чтобы узнала девушка, которая вам понравится. Если вы их так и не вспомните, потому что в идеале, чтобы это было свое, ваше личное, тогда вам будет как-то стремнее. Я даю вам шаблоны, скрипты. И вы идете, если коротко, вы подходите к девушкам, которые вам нравятся, и во время знакомства рассказываете о том, какой вы вообще не крутой. То есть не то, что как бы пытаетесь понравиться и познакомиться, заинтересовать, вы просто делитесь тем, что вы такой-то, 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 вы совсем не крутой. То есть вы признаетесь в этом. И это упражнение, оно очень сильно просветляет в плане того, что вы позволяете себе расслабляться там и не переживать, понравлюсь я или нет. То есть это больше дает ощущение того, я могу быть таким, какой я хочу, какой я есть. Это очень круто просветляет. Также есть всякие штуки типа джибериш и не джибериш и так далее. То есть разговоры на непонятных тарабарских языках. То есть ваша задача показаться там совсем не крутым, даже может быть немножечко глупо, как вам кажется. Но это будет весело, это будет забавно и все реакции девушек на эти задания будут вас просто шокировать, потому что вопреки ожиданиям вашим, то есть вы воспитывались в социуме и вас научили, что вот такая определенная модель должна нравиться. Вы должны говорить только хорошее, только такое-то, только такое-то. Но это ни хера не работает, ребята. И когда вы понимаете, что работает совсем по-другому, вы можете себе позволить быть придурком, вы можете позволить себе быть разным, там разговорчивым, неразговорчивым, молчаливым и так далее. Это дает охренительные ощущения, это дает результат, самое главное, который вам всем так необходим. По поводу того молчания, я сейчас сказал, есть следующее упражнение по поводу для тех ребят, которые боятся немых пауз. То есть для них катастрофа – это на свидании либо при знакомстве подойти к девушке и получить какую-то немую паузу, когда, я не знаю, что сказать, они боятся, они думают, что это катастрофа. Это не катастрофа. Вы будете подходить и молчать. Вы будете реально подходить со спокойным умиротворенным лицом, вставать рядом с девушкой вот так вот за полметра, стоять и смотреть на нее. И сделав это несколько раз, вы поймете, что она настолько, блин, легкая и комфортная штука, что, блин, что же я раньше так тупил. Вы будете с этого открывать. Очень удобно открывать девушку не с каких-то слов, а просто подходить, стоять, молчать и улыбаться. И девушка, как правило, начнет как-то реагировать, типа, что такое, что вы хотели, или сама будет улыбаться, или смущаться, и вы тут уже видите, что нормальная реакция, начинаете спокойно говорить. На каждый ваш страх, на каждый ваш затык, на моем тренинге есть определенные упражнения, которые работают на 100%. Единственная ваша проблема, что самостоятельно, как бы я не озвучивал их где-то ранее или не показывал в своих видео или даже на той же флешке практики, большинство абсолютно из вас самостоятельно ни хера ничего не делает. То есть вы никак не можете перешагнуть вот этот вот небольшой рубеж. То есть за этим страхом, за этой невидимой стеклянной стеной, которая мешает вам идти вперед, там есть алмазы, там есть бриллианты, там есть цветы, там есть ништяки, там плюшки, там классно. Но очень многим не хватает воли, то есть для этого они говорят, нам нужны пинки, нам нужны пинки. Ну, блин, я бы не назвал, конечно, пинками то, что я делаю на тренинге с ребятами, но, скажем так, помощь в преодолении страха будет однозначно, просто не всегда это должны быть пинки, то есть пинки это морковка сзади. Моя задача также во время обучения вас сделать так, чтобы морковка переместилась хотя бы вперед, а лучше всего влезла вовнутрь, не через жопу, а именно оказалась внутри вас, чтобы вы сами начали понимать смысл, зачем я сейчас преодолеваю первичный дискомфорт, чтобы потом получить какой-то кайф от общения с девушками. Вот. И потом этот дискомфорт постепенно уходит. Дальше мы делаем что? Мы просто общаемся с девушками без телефона. Те, кто боятся взять телефон. Часто бывает такой косяк, мужчина подходит, вроде бы даже преодолев первичный страх, поболтал, пообщался и ушел раньше времени, не спросил номер, хотя девушка прямо вот ждала этого. Мы его возвращаем. Для таких специально мы делаем упражнения, когда вы сразу моментально берете телефон, вопреки тому, что надо бы сначала заинтересовать. То есть все делается индивидуально. На разборе я спрашиваю ребят, какие проблемы, что получилось, что не получилось, чего боитесь, чего не боитесь. Чем больше они рассказывают, тем больше я им индивидуально под их проблему даю какие-то конкретные задания, упражнения. Дальше идет такая штука, мне она очень нравится, в последнее время я ее все чаще применяю, по поводу субличности. Субличности – это очень крутая вещь. В каждом из нас очень много разных частей. Вы можете быть грустным, вы можете быть веселым, вы можете быть злым, вы можете быть агрессивным, вы можете быть спокойным, вы можете быть терпеливым, вы можете быть романтичным, вы можете быть быдланом. То есть в каждом из вас это есть. И задача в том, чтобы мы попробовали в каждой субличности пообщаться с девушкой. Особенно, например, если парень какой-то няшный, спокойный, интеллигентный, ему обязательно дается задание, подробно описанное, как ему в других субличностях грубого какого-то альфа-мужика это сделать. Если мужик наоборот грубый альфа-мужик, то мы даем ему какое-то первичное задание с субличностью романтика. Это не значит, что вы будете подходить, не будучи самим собой, общаться с девушками. Вы не знаете, какой вы сам собой. Потому что сам собой вы разные. И чем больше разных субличностей вы можете активировать, чем более разным вы можете быть, тем больше это дает шансов в общении вообще с людьми. То есть вы с каждым человеком найдете общий язык, будучи разным. И это очень круто, когда вы меняете модели поведения, модели общения. Об этом у нас есть целый блок, в котором по необходимости я даю людям какие-то, ну скажем там, наметки по поводу того, в какой бы субличности неплохо было бы себя попробовать. И самое интересное, что им это начинает нравиться. То есть они не говорят, что мы становимся кем-то чужим или другим. В вас есть вы разные. И нужно учиться общаться в разных моделях. Даже я бы не назвал это моделями, а просто по состоянию, по ощущению, по самочувствию. Вы смотрите, что девушка говорит, слушайте это. Исходя из этого, меняйте свою какую-то реакцию, свою модель поведения. Субличности это вообще бомба, и я этому уделяю большое внимание и большое время на моем тренинге. Дальше мы разговариваем с девушками о сексе. В той или иной степени. Это очень важно научиться флиртовать, научиться не стесняться, не смущаться своих сексуальных желаний. Разговаривать, говоришь, что у тебя очень чувственные губы, у тебя очень классная грудь. Я тебя увидел и подошел, потому что у тебя шикарнейшая попа, она такая сексуальная, ты вообще сексуальный и так далее. То есть для многих мужчин это вообще проблема заговорить о сексе. Мы эту проблему решаем. Как вы собираетесь с девушкой заниматься сексом, да, если вы не можете с ней о нем даже заговорить. А ваша святая обязанность как мужчины еще и ей объяснить и убедить ее, что секс с вами это круто. Тем более у девушки есть определенные страхи насчет секса. Вообще насчет дальнейшего отношения с вами, развития отношений, развития событий. И ваша святая обязанность знать об этих страхах. У нас есть целый блок, который посвящен страхам женщины, да, опасениям женщины. Как заранее готовить ее к тому, что у вас будет секс. Как обрабатывать и утилизировать эти женские страхи. Она точно должна знать, что вы хороший любовник. И по этой причине вы обязаны научиться флиртовать, научиться намекать на секс, говорить о сексе, не стесняясь и так далее. Для этого есть целый ряд определенных упражнений. Опять же, смотрите, индивидуально я с каждым работаю по преодолению каких-то страхов. И по поводу, если нужны какие-то другие специалисты, я, конечно же, могу порекомендовать каких-то своих специалистов. То есть в каждом из вас есть огромное количество положительных качеств, черт, интересных каких-то особенностей, которые вы просто обязаны выдавать девушке, чтобы она заинтересовывалась. И мы учимся доставать эти особенности, заворачивать их в красивую обертку правильно, да, и правильно преподносить девушке, чтобы они просто думали, что, о, круто, где же ты раньше был, мужик? Дальше что мы делаем? Помимо знакомства мы девушкам звоним, мы обсуждаем переписку. Как переписываться правильно? Как звонить правильно? Что делать при переписке, что не делать? Мы делаем какие-то определенные упражнения, позволяющие перестать бояться звонков, потому что мужчины многие самостоятельно тоже делают, что они берут телефоны, но они потом не звонят, потому что им страшно. Вот на этом уровне опять можно получить отказ, и они опять боятся туда звонить. Особенно, если девушка чуть выше значима, чем остальные, все пипец. Либо вы звоните и превращаетесь в какую-то няшку, непонятно в кого. Не бесит ли вас, когда вы, общаясь с женщинами, прям ощущаете, что вы не являетесь самим собой? Вы сейчас какой-то другой, вы сейчас в каком-то чьем-то костюме. И вот это, мне кажется, самое противное, потому что, когда я раньше себя на этом ловил, мне было так неприятно, я думаю, блядь, почему я вообще сейчас не могу себе разрешить быть самим собой? И эти упражнения именно направлены на то, чтобы разрешить себе быть самим собой. Я даю упражнения на свидание. На второй и третий день уже парни проводят свидание с девушками. После того, как вы делаете определенные упражнения на свиданиях для того, чтобы не просто провести свидание, максимум даже, может быть, заняться сексом, либо как минимум поцеловать девушку на первом свидании, подчеркиваю, потрогать ее, обнять ее, классно провести время, расслабиться, а не провести какое-то собеседование. Для этого есть определенные задания. Когда вы приходите на следующий день после свидания, мы разбираем ваши свидания. Что было, почему вы себе что-то не разрешили, где вы тупанули и так далее и тому подобное. Это очень интересный блок. Мне он нравится, например, больше всего, потому что на свиданиях уже какие-то интересные истории происходят чаще всего. После чего в конце тренинга я даю два диска по свиданиям, где есть исчерпывающая информация, как проводить, что делать, о чем говорить, о чем говорить нельзя и так далее и тому подобное. То есть примерно как-то так. Ребят, это очень коротко и сухо сейчас я рассказал о том, как я издеваюсь над вами в своих тренингах. Проблема большинства из вас как раз в том, что даже найдя эти задания, купив их где-то у меня на видеокурсах, где-то еще, надыбив их где-то в интернете, большинство из вас просто смотрит эти видео как кино и нихера с этим не делает. Если вы смотрите как кино или идете, пробуете, обжигаетесь тут же, а вы поймите, что вы не можете нравиться всем, то есть так или иначе отказы будут. И самая, сука, вторая по важности, важная составляющая в пикапе в том, чтобы научиться нормально относиться к отказам. Не считать, что вы какой-то долбоеб, если вам отказали. Вот это самое главное. Но для того, чтобы научиться, нужно этих отказов словить очень много. Но вы не можете их даже много словить, потому что вы идете на второй какой-то заход, получаете негативную реакцию и перестаете делать. В этом ваша проблема. Для того, чтобы эту проблему решить раз и навсегда, чтобы вы взяли и применили все эти практики и техники, я вас приглашаю на свой практический интенсив. Это уникальный формат, поистине уникальный, потому что я вместе с вами буду делать эти практические задания, рука в об руку. Я вас приглашаю 20 сентября, 20, 21, 22, 23, 20 четверг вечером, пятница, суббота, воскресенье, с утра до вечера, с 11 до 8 до 9. И там мы зажгем, ребят, там мы сделаем то, чего вы не могли сделать все эти годы. Пора уже меняться. Сколько можно просто смотреть на женщин, сколько можно смотреть мои тренинги, смотреть мои видео и нихера не делать с этим. Вы все равно себя жалеете. Там вас жалеть никто не будет, поверьте мне. Я в нашем трио тренеров, наверное, самый жесткий полицейский. Но так и надо. Я думаю, с вами по-другому нельзя. Это единственный способ перестать себя жалеть, взять себя за яйца, перешагнуть через страх, и только там будет плюшка, и вы там расслабитесь. Поэтому, ребят, записывайтесь. Ссылка под видео. Еще совсем чуть-чуть мест осталось. Группа уже практически собрана. Я вас жду на этом тренинге, увидимся и будем воплощать все эти издевательства в жизни и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Это был Шамшурин. Пока.